Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я так долго занимаюсь вот всей этой странной деятельностью, которая сейчас очень красиво называется «креативной», что у меня все запуталось. Вот какое-то накопленное количество, прямо скажем, больше всего, конечно, это было ошибок, чем повед, оно заставляет себя думать, черт возьми, ну должны же быть какие-то все-таки способы отделять там А от Б, хороший от плохого, плохой дизайн от хорошего. И я как-то не то чтобы прям всерьез долго об этом думал, но иногда говорю об этом в каких-то интервью, и у меня накопилось какое-то количество формул. На самом деле их всего две. Я обеими готов сегодня с вами поделиться. Честно говоря, если всерьез вот в эту сторону думать, то с чем-то сталкиваешься постоянно, не знаю, сталкиваешься вы с этим, нет, но я сталкиваюсь с каким-то бесконечным количеством мути в этой профессии. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, критерии едут, кто-то считает, что это так, кто-то что-то не так. Вообще вот эта дихотомия ясности и мутности, она, по-моему, самая главная. Вот мне кажется, это главная вещь, с которой вообще хотелось бы разобраться. Вот отношение ясности и мути. Как ни странно, это очень часто связано, как в известном английском фильме, который в русском прокате взялся разум и чувство, или сразу перескочим на интересующую нас тему, дизайн и искусство. Вот мне кажется, огромное количество количество всяких сложностей и пограничных ситуаций связано с тем, что люди путают вот эти два понятия. Люди путают то, чем отличается дизайн от искусства, и чем занимается условно говоря дизайнер, и чем занимается художник. Об этом тоже долго можно говорить, но я пообещал поделиться своими находками, они довольно просты. Вот искусство, это же такая специальная область деятельности, которую придумало себе человечество, и оно в разные годы нашего с вами существования занималось разным, но кажется, к концу XX века общество договорилось, что оно может позволить себе содержать такой странный феномен, как искусство. И тут не надо путать его с культурой, потому что есть звенитая фраза Ленина, искусство принадлежит народу. И, конечно, нет ничего более морочащего голову, потому что, конечно, никакое искусство народу не принадлежит. Народу принадлежит культура, а искусство всегда было штукой такой довольно элитарной, требующей усилия. Требующие усилия и усилия разного свойства. Современное искусство очень часто требует от своих адептов какой-то интеллектуального багажа. Искусство, допустим, голландского натюрморта, требовало как минимум понимания семантических пластов, что означало тот или иной предмет и как разговаривал с тобой натюрморт, на какие темы. Но, тем не менее, вот искусство сейчас заставляет и ставит своей целью делать с тобой, зрителем, нечто такое, что выводит тебя за рамки тебя же. То есть задача искусства, как сугубо мне лично кажется, это заставлять человека выходить за пределы того, чем он является в обыденной жизни, когда с искусством не оконтачен. И в этом и есть его главный смысл и миссия. То есть искусство делает тебя не то чтобы лучше, но как бы больше, больше, чем ты есть, больше, чем ты находишься в обычной своей капсуле, в обычном своем периметре. Оно заставляет тебя за этот периметр выходить. Можно перефразировать, красиво сказать, что искусство провоцирует тебя на труд души. Конечно, конечно, труд души, как любой труд, это некое усилие. Конечно, конечно, огромное число людей обожает заменять труд души на всякие гораздо более доступные такие оценочные категории, типа нравится, не нравится, красиво, некрасиво, заходит, не заходит. Ну вот вся вот эта такая... Ой, не будем клеймить, но в общем понятно, как я к этому отношусь. Но, тем не менее, вот эта сложная миссия искусства, она подразумевает, что есть какой-то актор, то есть художник. И задача художника что-то со мной, с вами, как со зрителями, с аудиторией делать. И задача художника каждому из нас что-то такое сообщить, что в каждом из нас как-то отзовется. Вот то, что отзовется, оно отзовется, скорее всего, по-разному. Но, тем не менее, самое главное, что искусство в каждом будет какой-то свой ассоциативный ряд. То есть искусство создает бесконечное поле интерпретации, поскольку, по сути, сколько людей, столько и мнений. Какова аудитория, таково количество интерпретаций в произведении искусства, если оно действительно обладает каким-то потенциалом, эти интерпретации в зрителя пробуждать. Но совсем не то. Дорогие друзья, дизайн. Задача дизайна прямо противоположная. А именно, доставлять строго один и тот же месседж всем без разбора. То есть хороший дизайн это дизайн, который прежде всего ясно отрабатывает свою коммуникационную задачу. И если люди, глядя на какой-то дизайн, вдруг по его поводу испытывают диаметральную противоположную палитру мнений, то это не хороший дизайн. Это может быть что угодно, это может быть пример какой-то провокативного искусства. Но если по какой-то причине я смотрю на всем ламборджини и мне кажется, что это неплохой такой трактор, то в общем что-то не то с этим ламборджини. Возможно, что-то не то и со мной, но какая-то коммуникативная связка между нами с этим ламборджини состоялась. И дизайн с моей точки зрения занимается собственно ровно этим, а именно проектированием ясной чистой коммуникации. А коммуникация такая штука довольно странная. Коммуникация, во-первых, как мы знаем, палка о двух концах, потому что она зависит не только от усилий, которые я в нее вкладываю, но и от того, что человек с нее считывает. И без этого она и состоится. И кроме всего прочего, у коммуникации есть ряд таких малоприятных особенностей, которые мы не можем не учитывать, когда мы занимаемся ее проектированием. есть довольно известная суфийская притча, которая так помпо называется «Время, место, иллюзия, метод». Там повествуется о том, как некий правитель захотел возжажду мудрости, позвал к себе Дервиша, попросил его этой мудрости научить. Дервиш спросил его это просьба или приказ, правитель сказал, а какая разница, ведь если я хочу научиться некому знанию, а ты обладаешь сакральным знанием, то не все ли тебе равно, в каких рамках отношений ты будешь сделать, поведуясь просьбе или приказу. Тот задумался и сказал, ну, надо ждать благоприятного момента передачи. Дальше проходит какое-то время, Дервиш приходит в ученый или там ко двору, его никто не гонит, с ним обращаются прекрасно и вежливо, правитель немножко не вдумевает, что не происходит никакого собственного обучения, и разносится слух, что вот ко двору приезжает в страну приезжает знаменитый певец, поскольку он неподданный, отвечает дерзко, отвечает, что если вот у вашего правителя есть желание слушать тогда, как оно хочет слушать, то я могу петь и желаю петь только тогда, когда я хочу петь. Разгорается, разумеется, скандал. Дервиш берет ситуацию уладить, берет правителя, ведет его к гостинице или к поставилам к двору, дарис остановился знаменитый певец и начинает петь какую-то одну из его песен, петь бесподобно хорошо, настолько хорошо, что правитель не слышит разницы, но Дервиш некоторые неточности и певец, который, безусловно, маэстро и наизусть знает музыку, возбужденный, раздраженный, похожим, но не идеальным исполнением, разумеется, исполняет ее еще лучше, все поражаются, после чего Дервиш говорит, о, владыка мира. Время, место и метод. Вот место, метод и люди в его форму еще и время, это и есть, как мне кажется, слагаемое успешного проектирования коммуникации. Ну, вот эти несложные слова. По поводу каждого из этих слов у меня есть своя маленькая история. Некоторые из них случились со мной лично, другим другим я был свидетелем. Первое случилось не со мной, а с моим товарищем. Он мне говорит, а он старше меня, говорит, представляешь, приходят ко мне как-то мужики и говорят, слушай, нужен совет. Он говорит, а что случилось? Да, понимаешь, умер Витька. Ну, да, умер. Ну, да, плохо. А что, собственно, совет? Да, вот, никак не можем решить, что написать на венке. Говорит, нужны деньги, да нет, деньги не нужны, уже скинуть, венок стоит, вот, знаешь, странное дело, не можем решить, что написать на венке. Говорит, ну, а чем проблема? Ну, как, ну, от одноклассников, так ты не с нами учился. Написать от друзей по дворовой футбольной команде, ну, во-первых, длинные, как-то не солидно. Написать просто от друзей, ну, блин, ну, отстойно, все так пишут. На что мой предатель говорит, ну, напишите просто от нас. Говорит, как, а понятно будет, кому? Поэтому, кому, это первый и главный вопрос, когда мы занимаемся проектированием и коммуникации. Мы должны точно понимать, с какой аудиторией мы разговариваем. Метод, часто, и не менее, не важен. Тут уже было дело со мной. Мы с моим приятелем поехали как-то, в какой-то момент время мы чувствовали себя состоятельными людьми. Приехали, конечно же, в Стамбул, все тогда, если в Стамбул, кто-то там с сумками, а мы вот с желанием потратить деньги, заселились в пятизвездный отель. Настолько прекрасно, что в каждом у нас был какой-то гигантский номер, там был свой хамам. Приятель мой, чрезвычайно достойный человек, очень хороший архитектор, когда-то сдавал кандидатские имя, но с тех пор английским языком не пользовался и напрочь его забыл, кроме языковых слов. Зато жена его очень большая умница, эрудит, его жена, моя подруга, чудесная девчонка. Она звонит на ресепшн и игриво говорит в трубку, по-английски, разумеется, любезнейший, а где находится та секретная кнопочка, которая включает все вот это вот волшебство. И в ответ она слышит мэм. Дальше она, разумеется, нервничает, повторяет всю ту же фразу, еще сложнее, еще быстрее, и понимает, что ее не понимают. В ответ идет вот это вот сори, мэм. Но в общем, в какой-то момент мой приятель не выдерживает, выхватывает у нее трубку и говорит туда КОМ. Через две секунды раздается звонок, в номер входит какой-то человек в ливре и отеле, значит, мой приятель берет его за пуговицу, подводит к этому хамаму и говорит ему Мэйк Мигуд. И она заработала. Поэтому, когда мы проектируем коммуникацию, облекаемые в тот ее дизайн, дело не в модности или качественности этого дизайна, а в том, что он должен работать, он должен доставлять тот месседж, который... То есть, иными словами, нам нужен результат. Ну и, наконец, место... Время мы исключим, время мы не управляем, но место мы управляем. Эта история тоже была с моим знакомым, собственно, журнал «Афиша». Один наш знакомый, который работал там, навещал свою пожилую матушку, которая жила где-то в Кузьминках, жила она в доме, который был частично еще при советской власти отдан профессуре энергетического института, где она преподавала, там, по-моему, не помню, что не буду врать, но, в общем, она университетский профессор. Живет она в доме, где еще много людей, которые вообще живут в Кузьминках, часть из них тогда работали рядом на ЗЛК, ну, то есть, это смесовой состав профессора пролетария. И все бы хорошо, что-то нехорошо, конкретно в лифте все время пахнет мочой. Ну и дальше мой приятель, который, соответственно, работает в АСССР, пишет какое-то объявление, красиво его там верщит, висит на стену, что, дорогие друзья, ну, что обычно пишут в таких случаях, лифт наша с вами, давайте в чистоте. Понятно, что ничего не происходит. Он делает какую-то еще попытку, пишет что-то угрожающее, пишет там что-то вроде в лифте будут установлены камеры видеонаблюдения, ничего не помогает. И, наконец, за дело берется вот его мама-профессор, которая, видимо, уже изучила свой аудиторий хорошо. Она поступает радикально и запах прекращается. Я его спрашиваю, как он говорит, ты должен это видеть сам. Я не поленился, я поехал, к сожалению, вот тогда еще не было айфонов, фотографий не сохранился, а то бы я их сейчас показал. Ну, очень, представьте себе мое там изумление, свешенное с буйным восторгом, когда я вхожу в этот лифт и вижу, что поперек вот этого зеркала, такой, разумеется, треснутого. Написано губной помадой, кто будет ссадить, будет проклят. Три эти составляющие позволяют сказать, что хороший дизайн это и есть точная задача коммуникации. И эта точная задача коммуникации не всегда очевидна. И, честно говоря, та несложная мудрость, которую я хотел поделиться, что надо не лениться эту точную задачу коммуникации придумывать. Я последнее время выступаю не с этой стороны баррикады, которая чего-то делает для заказчика, а я как-то вот незаметно переполз туда, где обычно заказчики, которые чего-то дизайнером заказывают. И вот один из кейсов, который здесь я хотел показать, это мы последние шесть лет занимаемся политехническим музеем, занимались политехническим музеем, и в какой-то момент для политехнического музея, а именно политех, как его решили называть, для музея науки политех, надо было придумать некую новую концепцию бренда. И мы с Юлей Шахновской, которая была директором в этот момент, позвали нашего с ней общего приятеля, Диму Барбанелли, я просто не знаю, знаете вы его или нет, это такой, как мне казалось, достаточно известный дизайнер, на мой взгляд, очень талантливый, хороший, и мы его позвали. Дальше Димка сделал вот такой, наверное, толщины брендбук, невероятно большой, толстый, колоссально остроумно придуманный, ну просто невероятно остроумно, на мой взгляд, избыточно остроумно придуманный. И вот какие-то странички я хочу показать, но там среди двух, одна вещь ему, мне кажется, получилось сразу, это когда он снабдил вот его всем тем, чем он обычно умеет снабжать, то мы на это с Юлей посмотрели и сказали, слушай, вот сейчас такое странное время, если раньше, там еще лет 50 назад, мы все молились норме, то теперь мы вроде как стали ценить отход от нормы. Вот мы говорим, что мы уважаем разного рода идентичность, разного рода, гендерную, социальную, ну какую хотите, да, вот мы вроде как говорим, что идентичность, сам идентичность человека это теперь некая ценность, ну понятно, что у любого ценностного ряда есть свои перегибы, некоторые люди перепишутся с ошибками, говорят, что в этом о идентичности, там непонятно, как с ними разговаривать, но тем не менее, частью, например, вот этой компании явилось то, что в какой-то момент служба информации компания BBC полностью поменялась своих дикторов. Раньше, может быть, вы знаете, даже был такой термин RP, right pronunciation, и его идеальным воплощением был такой BBC English. Это были дикторы, которым BBC говорили как бы с некоторым усредненным английским, то есть он был безусловно английский, безусловно даже британский английский, но он был такой вот немножечко идеальный, то есть не то, что немножко, а просто идеальный. Вот если вы послушаете BBC сейчас, вы увидите, что там разговаривают люди, про которые ты сразу можешь сказать, что это ТВ Зельса, это, допустим, из Шотландии, это там еще откуда-то, а это ты вообще афроамериканец, и говорит, как человек из ЮАР. То есть теперь мы пытаемся на этих особенностях акцентироваться и находить в них некую ценность. Почему это говорю? Потому что, в общем, мы с подругой моей Юлия говорим, Димон, пожалуйста, спроектируй нам шрифт, даже не шрифт, сделай так, чтобы мы могли разговаривать с акцентом. Ну вот мы вешаем афишу, какое он событие политеха, и чтобы в ней появлялся акцент. Причем акцент, понятно, не географический, не то, что мы хотим, чтобы там она около или около, а чтобы не появлялся какой-то акцент эмоциональный. и Димка придумал, и Димка придумал какую-то систему изменения букв, и дело даже не в том, что он придумал остроумный способ корежить буквы, а в том, что он придумал, что вставляя иногда в текст те или иные отдельные измененные буквы, мы можем получать довольно странную эмоциональную реакцию на этот текст, потому что ты его по-прежнему читаешь, но, например, когда ты видишь одну и ту же букву, которая несколько раз по-разному, но в рамках каких-то правил прописана, но очевидно эти правила каким-то специальным образом нарушаются, то ты видишь в этом некую специально запроектированную неправильность. Эта неправильность тебя толкает на какую-то заусенец восприятия. Мне казалось, что на моей памяти это одна из блистательных дизайнерских ответов на пожелание заказчика создать какую-то странность, шероховать с коммуникацией, потому что вообще-то, знаете, помните, а может не помните, вы люди молодые, вот когда-то была реклама лориальти с таким странным вздохом, там был такой предоргазмный вздох и слоган «Ведь я этого достойна». Чего это у него точнялось? Ну вот, вот это вот, оно, как говорится, заходит, конечно, вот это вот, я его достойна, вот это вот, это такая странная мыльная всасываемость, вот это вот мыльное протекание, оно очень часто является предметом, как мне кажется, такого, может быть, неосознанного, но тем не менее, воплотимого проектировочного усилия, огромное количество дизайна, которое я вижу сейчас, оно такое очень нарочито мыльное, он такой дружелюбный весь, он весь такой очень симпатичный, весь такой примерно одинаковый, но в общем, вот нет вот этого какого-то спектра от дружелюбия к брутальности, все это чрезвычайно вот какое-то милое, позитивное, и иногда кажется, что вот это милое, позитивное и easygoing, оно вот так вот настолько easygoing, что оно вот в тебя просасывается, ни за что не зацепляясь, и кажется, что иногда, иногда задача, правда не дизайнера, а тому, кто стоит на дизайнерную задачу, точно осознать и попросить дизайнера подумать вот над теми самыми заусенцами, за которых соприляется воспринимающее сознание, чтобы остановиться, чтобы вот эта коммуникация не была мгновенной, которую ты убедил, понял, пробежал, побежал дальше, чтобы она что-то с тобой делала. Другой пример из той же работы нашей с Барбанелем был вот какой, он разрабатывал к данным знак, он подошел к этому со всей своей вот этой Барбанелевской скрупулезностью, он придумал сетку, назвал ее Метатрон, придумал там массу каких-то сложных, как всегда, а он же такой немножко мистический дизайнер каких-то сложных внутренних отношений, на основе этой сетки он, разумеется, спроектировал световую палитру, и она была не просто так, это такие крайние цитроспекторы, дальше была сложность системных отношений, то есть все это было очень остроумно спроектировано, на основе сетки были разработаны те или иные знаки, как плоские, так и пространственные, какие-то системы обозначений на все случаи жизни, для фестивалей, для каких-то игровых, для детских, для взрослых активностей, ну то есть это была просто невероятная, действительно сложная, интересная, остроумная работа. Как только это все ушло из рук Димы, в руки тех дизайнеров, кто начал, собственно, в этот брендбук одевать конкретные продукты, годовые отчеты, книжки, визитки, что-то еще, стало понятно, что при всем астроумии системы у нее проявилось то, что я называю словом метакоммуникация, то есть некое общее чувство, некое общая такая эмоциональная аура, которая все это облекает в какой-то общий кукон. и все это стало похоже, не то, что стало, а Дима, собственно, этого хотел, что это было похоже отчасти на какие-то книжки или обложки журналов в 50-х, что-то было похоже на журнал техника молодежи, что-то неуловимо отсылало к системе отчетов научных лабораторий, то есть у всего этого был какой-то абсолютно отчетливо считываемый вот этот наукообразный такой систематизированный след, который воплощался буквально на всем. И дальше подруга наша Юля, которая была директором на все это посмотрела, сказала, слушай, зашибись, тут что-то мне скучно. И она не совсем не вульгарный человек, она специально так сказала, она может объясняться как угодно, но сказала она буквально это, потому что и в самом деле, несмотря на то, что все вроде бы очень хорошо, все модно, все такими понятными вещами сделано, тем не менее, общий какой-то эмоциональный флер, вот это вот метакоммуникационное усилие или, как я говорю иногда своим студентам, вот то, что написано невидимыми буквами, не то, что написано буквами, обозначенными буквами, а вот то самое главное сообщение, которое написано невидимыми буквами. Вот оно здесь не такое, как хотелось бы Юля. дальше тут, конечно, еще надо понимать, что мы все животные обычно не очень говорящие, мы все обычно пытаемся сообщить нашему собеседнику кучу каких-то междометий, слов, каких-то мычаний, наивно надеясь, что он из этого вынет то, что есть у нас в голове. Но, как известно, язык замены телепатии, и поскольку телепатия и эволюция нас не наделила, приходится формулировать свои мысли. В результате наша подруга довольно точно сформулировала мысль, она сказала «Дима и Дима, барбанулись уже Дима, как и я». Короче, говорит она, когда я на это смотрю, мне приходит в голову слова «точно, достоверно, научно, правдиво». Я говорю, «А что не так?» Она говорит, «Все так». Но я хочу, чтобы помимо всего этого самым главным словом было слово «Охуенно». И дальше посмотрите, что сделал барбанулись. Он долго мучился, ходил и сказал «Послушайте, но офигенно, охрененно, суперский вот этот выход за рамки, такой взрыв в башке». Он говорит, «Да, я хочу взрыв в башке». «Все», сказал барбанулись, «Тебе будет взрыв в башке». И дальше он попытался, оставаясь в рамках своей сетки, оставаясь в рамках тех отношений, он сделал, собственно, всего две вещи. Он сменил цветовую палитру радикально и придумал, что сложная система вот этих напряжений, которые изнутри знака, может из знака вырываться наружу. В результате мы получили такие довольно смешные совсем вещи. Вот, например, для этого детского музея мы видим, как вот что-то из этого знака вырывается, изливается. И, в общем, все это превратилось в ряд довольно веселых плакатов и веселых коммуникационных вещей. Но, в самом деле, когда ты смотришь на эту штуку, ты точно видишь, что это политех, и, в общем, ну, тебе точно не скучно. Возвращаясь к тому, с чего я начал, что проектирование коммуникации это такая важная задача, когда дизайнер должен не просто сделать то, чего его просят, ну, не то, что должен, не должен, потому что дизайнер никому ничего не должен, кроме как саму финансовому директора, и заказчику исполнять сроки, но, тем не менее, здорово, когда дизайнер, какой бы рода дизайна мы ни касались, там, телевизионные студии, интерфейсы, нейр-интерфейсы, чего-либо то ни было еще, когда дизайнер пытается понять на самом деле, какова истинная задача того коммуникационного усилия, которое ему предстоит спроектировать. И страшно обидно, мне, например, как заказчику, бывает, когда я прихожу, ну, или там звоню в то или иное дизайнерское бюро, и мне говорят, ну, короче, мы, значит, сделаем мудборды, на основании мудбортов мы сделаем три предложения, здесь в трех предложениях вы выберете одно, а дальше, ну, мы, значит, вот за такое-то время, за такие-то деньги в рамках этого предложения что-то спроектируем. У меня всегда в этом, то есть, с одной стороны, я понимаю, что иначе сложно, но у меня почти всегда здесь начинает подниматься такой нехороший холодок, потому что я прекрасно понимаю, что будет. Они принесут мне действительно три варианта, это будут референсы или как-то теперь называется мудборды, у меня в силу советского прошлого с этим словом специальные отношения, но почему-то многим нравится. И вот, значит, ты смотришь на эти мудборды, и этот муд, который из них должен струиться настроение, оно очень часто из них не струится, то есть, ведь задача мудборды спроектировать, собственно, вот этот самый муд, это какой-то, вот это вот, флер, вот эту самую метакоммуникацию, которая потом вашими дизайнерскими усилиями превратится в собственную коммуникацию. но очень часто этого не происходит, очень часто вместо вот этого отношения или вот этой идеи, идеологии, эмоциональной идеологии, которую по идее как раз и делают в мудбордах, ну для чего их и делают, чтобы на примере чужих работ спроектировать вот этот эмоциональный идеологический опыт будущей коммуникации. Обычно этого нет, это просто, уверен, что вы так не поступаете, но многие люди, с которыми я сталкивался, почему-то так поступали, это просто были такие доски, собранные там из Пинтерестов с примерами чужих работ на, как им кажется, похожую тематику. После чего тебе предлагается выбрать, значит, одну из этих композиций, а дальше вы не поверите, они на полном сквозском серьезе просто берут и начинают делать то, что уже кто-то сделал только самостоятельно. Ну правда? То есть не то, что они пытаются вынуть из этого то, что там было ценного, и это перепридумать и перепроектировать, да нет же, эти тупые твари на полном сквозском серьезе берут и рисуют то же самое, только как правило хуже. И вообще пытаются себе это продать за большие деньги. И вот это поразительно. Они еще, что самое интересное, этим гордятся и видят в этом свой профессионализм, что вот вы пришли, а мы вам немедленно представляем вот этот веер быстрых ответов. И поэтому в моей внутренней системе координат сложилась вот эта оппозиция. Вот мне кажется, что веер быстрых ответов, когда человек напротив меня такой молодой, точный, быстрый, видовидовал, и вот ему Гриша, он уже ответ знает, он уже тетка, ты его туджет, вот это вот все, вот хватка и классно и четко и через данный день и все готово. Вот я прям ненавижу. Ненавижу. Вот не надо как короче, надо дольше и по возможности умнее. Невозможно заменить проектирование задачи вот этим быстрым, интуитивным ответом, даже если их очень много. даже если вы необычайно насмотренный молодой человек и можете в ответ на какую-то мою реплику не хуже Ванна Урганта выбросить мне веер молниеносных астромных авитов, как правило, они мне не подойдут, потому что это, дорогие друзья, будут ассоциацией первого порядка. Прецедентное мышление это то, чем страдаем мы все. И я, как заказчик, и вы, как дизайнеры, как правило, когда нам что-то говорят, мы выдаем реакцию, исходя из того опыта, который у нас есть. То есть мы манипулируем теми паттернами, из которых состоит наш с вами опыт. Тот визуальный опыт, тот какой-то аудиальный опыт. Ну, короче, опыт. Мы пытаемся в ответ на вызов предложить какой-то новый паттерн, исходя из имеющегося у нас опыта. Так можно, но это отстой. Хотя из этого состоит 90% участников дизайнерского рынка. И моя вот эта вот вопль в пустыне в том, чтобы постараться заставить себя не идти по пути второсоценности, не идти по пути дважды пережеванной жвачки, не говорить, что чувак, вот ты хочешь этого, я знаю, что тебе нужно, давай вот мы сейчас, вот смотри, эти сделали тут там, эти сделали вот так, вот мы их просто поженим, чуть-чуть там изменим и будет то, что тебе нужно. Ну, скорее всего, это будет не то, что мне нужно, потому что я же к тебе дизайнеру прихожу с какой-то своей задачей и рассчитываю на креативное соучастие. То есть, если нужно руками повозить, ну, так сейчас вот на иеросейте скоро научатся делать не хуже вашего, но чего они точно никогда не учатся делать, это, собственно, выходить за рамки тех возможностей, которые в них заложены. По сути, это то, что отличает наш с вами мозг от искусственного интеллекта. То, чем мы люди сильнее, это возможность внезапных ассоциативных связей и построения на основе внезапных ассоциативных связей и четкого понимания задачи неких интересных и небанальных паттернов движения к ней. Вот построение ответа, а точнее искусства создавать вопросы в проектировании, это и есть, мне кажется, самое главное, что должно быть свойственно дизайнеру. и главное, что, мне кажется, можно сделать, чтобы сделать свой дизайн плохим, это побыстрее выдать ассоциации первого порядка. И самое главное, что нужно сделать, чтобы не сделать его таковым, это записать все эти ассоциации первого порядка и ни в коем случае их не использовать. Постараться сделать следующий шаг и понять, что на самом деле, какую цель могла бы эта коммуникация обслужить. А цель может быть разной. последняя байка, потому что время заканчивается, когда-то мы с коллегами придумали и сделали, он до сих пор еще есть, институт медиадизайна Стрелка. И вот на первые годы мы позвали декана Рэма Колхаса, это такая довольно большая звезда в мире модернистской интеллектуальной архитектуры. И Рэм приехал, он делал презентационную речь нашей программы, это была открытая лекция, и там стала какая-то бабушка, вход был не запрещен никому, и через переводчика сказала, вот вы, наверное, знаменитый архитектор, вы же, наверное, видите, какой у нас прекрасный город, а вот вы же понимаете, что вот у нас очень многие хотят наш город уничтожить, застройте этого поганой современной архитектуры, говорит она о звезде современной архитектуры. и вот вы, вот если вы порядочный человек, вот вы можете прям вслух сказать, что надо сохранять. И он ей говорит, ну конечно, конечно, вы абсолютно правы, предмет сохранения это важнейшая вещь. Вот, знаете, говорит он, я был много где, я проектирую по всему миру, там от Гонконга до Лос-Анджелеса, и города разные, хотя вот, опять же, поделюсь мыслью, что набор сущностей в городах примерно один и на тот же, везде есть ратуша, торговая площадь, рынок, парк, променад, в общем, слагаемые, из которых состоят города по всему миру плюс-минус одни и те же, но города разные по какой-то причине, потому что разные связи, разные истории, разные пласты, и в каждом городе есть то, что является его ДНК, то, что и появляется предмет сохранения. Предмет сохранения Парижа сейчас является вовсе не средневековое ядро, каким оно было до перепланировки барона Османа, а вот эти вот бульвары, которые для большинства как раз сыр со словом Париж, для Лос-Анджелеса это, допустим, вот бесконечные поля, застроенные бесконечным количеством отвратительных бараков, и где-то там вышившиеся Берли-Хиллз, Нью-Йорк и Гонконг, это небоскребы, в общем, у каждого города тут она ее переборит, говорит, да-да, но для Москвы-то что? Говорит, понимаете, в Москве ведь так много всего есть, и все это чудесная конструктивистская архитектура, которая как-то началась, и вот эта удивительная сталинская архитектура, вот такой тоталитарный эксперимент над своим народом мало кто из страны правительства проделал, потом есть вот это поразительное панельное домостроение, и понятно, откуда идет, когда 90% жило в бараках, а 10% в этих чудесных сталинских домах, то у Хрущева не было другого способа заселить людей в маломальские человеческие условия, кроме как предложить какое-то унифицированное стандартное быстровоспроизводимое решение, и вот эти ненавидимые всеми сейчас панели, когда-то это был единственный способ, это был собственный инструмент подлинной демократии, вот такова она демократия в действии, она его перевернула, ну и что, и что, он говорит, так вот понимаете, в Москве все это есть, в Москве есть конфликт этих пластов, и то, что надо сохранить в Москве, это конфликт, и для меня это было абсолютным шедевром такого небанального мышления, я очень часто это вспоминаю, и кажется, что поиск небанальной оптики на каждую попадающую тебе по дороге задачу, это и есть то, ради чего стоит быть дизайнером, ради чего, потому что иначе дизайн из волшебной профессии превращается просто в бесконечное количество жоп часов, которые ты проводишь перед монитором взгорбленную испорченную спину, оно того не стоит, у нас с вами, у всех, нам повезло, мы дизайнеры, у нас есть в руках возможность преобразовывать мир, и добровольно заменять эту возможность на тупое, отстойное обслуживание не всегда четко сформулированного клиентского запроса, который далеко не всегда этого требует, это, мне кажется, досадное упущение тех шансов, которые отдал тебе Господь, позволю себе заниматься дизайном, это все. Я абсолютно согласен с тем, что дизайнеры, мы не буду говорить, я зачастую могу выдать некий там вторичный продукт, продукт, который уже был, но зачастую это следствие того, что заказчики также требуют некие вторичные решения, то есть есть, ну мы сейчас отбросим там чувство прекрасного, но есть некие паттерны, которые уже там устоялись, и в них надо попадать простым языком. Бывает такая ситуация, когда приносишь креативное решение, и оно не заходит совсем, вот в итоге его можно выложить куда-то в портфолио, хвастаться как бы графикой, но оно как бы не жизнеспособное. Как быть в этом неидеальном мире? Не ссать. Вот у меня есть, у меня был собственный пример. В какой-то момент мы с коллегой решили стать архитекторами, и к тому моменту, когда мы решили стать архитекторами, в Москве уже было масса архитектурных бюро, которые этим занимались вовсю, нам места не было. И дальше мы с ними друг на друга посмотрели и сказали, слушай, ну они все уже строят дома, давай строить то, что между домами. Мы стали делать какие-то проекты высосанные из пальца. Вот, например, я помню, мы очень хотели соединить для Третьяковки, которая старая Третьяковка, Третьяковка на Крымском валу. Понятно, что через нее нельзя перейти из одной в другую пешком, иначе как через там 18 пешеходных переходов и перекрестков. Мы стали думать, как это делать, решили, что давай мы постелим понтоны на воду, пойдем по понтонному мосту вдоль канала, потом мы стали эту идею развивать. И вот какое-то количество идей мы накопили, сделали не то, что даже портфолио, но просто у нас было какое-то количество идей. Потом случилось так, что сменился Лужков, пришел Собянин, с ним Капков, еще масса других людей, и когда возникла ситуация, а чего вот мэр говорит, мэру нужна новая повестка, у мэра есть программа на то, чтобы город повернуть лицом горожанам, то пришли мы и сказали, друзья, вот у нас есть какое-то количество идиотских идей, но давайте мы попробуем их развивать, и хабах, вот мы взяли и реализовали Крымскую набережную. Если помните, раньше это была дорога, на которой свозили снег со всей Москвы, там стоял вот этот бледушник в виде теплохода Александра Блок, вот мы это убрали, это сделали мы, мы с вами передними лапками, мы пошли в город, мы пошли в департамент транспорта, они сказали, дети, идите, пионеры, идите в баню, мы сказали, нет, нет, вы послушайте. Мы сделали кучу каких-то исследований, мы там просили друзей за бесплатно что-то нам помогать, в результате мы пришли и долго-долго рассказы на разных фазах убеждали и убедили. Теперь у нас есть Крымская набережная, теперь парк Горького соединён с центром города вот этой штуковиной. Но это не было просто, мы убили на это полтора года собственное убеждение, поэтому мне кажется, что если ты не ленишься и делаешь какое-то проектировочное усилие и не ленишься его объяснять, то редкий заказчик откажется от сыпящейся на него сверху манной небесной. Ну или я с таким не сталкивался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ